Судья говорит преступнику, поздравляем, вы десятитысячный клиент нашего суда. В честь этого знаменательного события вы можете сами выбрать, в какой тюрьме отбывать срок. Подсудимый подумал и отвечает, хочу в женской. Встретились два друга, первый спрашивает, это правда, что Ваську посадили? Второй кивает, да, первый продолжает, а Дживрун, он мне писал, что поехал к брату на два года. Второй, ну так его брат уже семь лет как сидит. В суде, подсудимый обращается к судье, Ваша честь, я прошу заменить мне адвоката. Тот, которого мне назначили, совершенно не интересуется моим делом. Судья адвокату, что вы на это скажете? Адвокат, простите Вашу честь, что вы сказали? Я прослушал. Служба в церкви, заходит пьяный и тресь батюшку по морде со словами. Бьют по щеке, подставь другую. Подставляй. Батюшка хуком справа отвешивает пьяному леща и говорит. Какое меры меряешь, такое тебе будет отмерено. Народ их окружил и с интересом наблюдает. Забегает мент и кричит. Что происходит? А толпа ему? Не мешай. Евангелие толкуют. Адвокат приходит в тюрьму к очень крутому клиенту. Тот и говорит. Вот тебе чемодан с миллионом зелени, но сделай так, чтобы судья дал мне не более одного года тюрьмы. Адвокат отвечает. Да я думаю, что. Клиент его перебивает. Наплевать, что ты думаешь, бери деньги и иди делай. Адвокат берет чемодан, пожимает плечами и уходит. Судья оглашает приговор. Один год тюрьмы. Клиент в восторге, зовет своего адвоката и спрашивает. Скажи честно, трудно все-таки было уломать судью дать мне один год тюрьмы. Адвокат отвечает. Ужасно трудно. Он хотел тебя оправдать. Муж общается с женой. Жена говорит. Дорогой, вот здесь мы повесим полочки. Тут будем обедать, а тут будет спальня. Муж отвечает. Послушай, дорогая, давай без этого. Нам всего 15 суток дали, они пожизненные. Приходит мужик в полицейский участок, а ему говорят. То, что украли у тебя кошелек. Говорит только о том, что судьбе было угодно в данный момент не искушать тебя деньгами. Все, что не делается, все к лучшему. Мужик недоуменно отвечает. Простите, а у вас есть другой следователь. Идет девушка по улице. Поздно, темно. Видит, навстречу тень с расставленными руками. Она как закричит и с размаху швыряет в эту тень свою сумочку. Раздается звон разбитого стекла и маты. Блин, третий раз уже это чертово стекло домой донести не могу.